А друзья мои, а всем огромный привет, всем здравствуйте, меня зовут Таня, и я рада приветствовать вас, дорогие мои, на своем канале. У нас сегодня будет видео, слепые затесты, что не может меня не радовать, потому что это я просто обожаю. Огромное спасибо моей зрительнице Елене, которая мне сделала такой прекрасный подарок и прислала мне 9 ароматиков, которые я сегодня заценю, которые я сегодня обозрю вместе с вами. Во-первых, хотелось бы сказать Елене еще второе спасибо за аккуратность. Я никогда не встречала настолько классно упакованные, аккуратно упакованные посылки. Просто упаковано все, как в самых лучших, понимаете, лабораториях, лабораториях мира. Это все очень приятно вдвойне, втройне. Огромное спасибо, давайте скорее приступать. Перед этим, как обычно, показываю вам сегодня, часто и на мне, моя новинка недавняя, это бальзам для губ от Шанель. Это их летняя лимитка, по-моему, короче, летняя коллекция, которая вот прямо сейчас есть в магазинах представлена. Бальзам 920, который называется In Love. Такой вот коральчик, розово-красный коралл. Здесь кажется, что он просто супер-мега-кроваво-красная Мэри, кровавая Мэри, но вот на губах это коралл. Мне нравится он тем, что он оставляет тинт, и даже когда бальзам уходит, жирность вот эта вот уходит, губки все равно остаются ровно такими же, какими вы сейчас их видите у меня на лице. Это прикольно. И он не сушит, что не может не радовать. На ногтях, господи, у меня летает вот за окном вот такой вот огромный комар. Мы в детстве назвали их малярийными комарами, и мы боялись их. Ой, это ужасно страшный комар большой, вот с этими вот лапами своими, ногами, блин. И мы боялись в детстве, думали, что мы реально умрем. От этого комара мы от него бежали, просто как от самого страшного бабайки. Короче, друзья мои, на мне лак это Dior Apricot, вот такой вот бежевый крем, очень аккуратные ногти с ним, прям ухоженность для класса, как говорит Аня Купер. Это мое колечко годовщинического путешествия на Санторини, и вот фенечки всякие на шее. В общем, давайте приступать. Вы знаете, мы с Еленой не договаривались насчет того, что будут какие-то у меня предпочтения по ароматам, что я люблю, что я не люблю, поэтому сегодняшний обзор будет без фильтров и без каких-либо ограничений. Аромат номер один, имеет прозрачную жидкость. Это зеленый, сочный, сладкий цитрус. Это фужерно-цитрусовый аромат, очень приятный. И здесь есть какая-то хвойная нота, можжевелово-хвойная такая какая-то розмариновая горчливая нота. Зеленая трава, сочная, вот свежескошенная, вот прям такая вот весенне-летняя, свежескошенная, такая хрустящая, сочная трава. Загвоздочка вся заключается в том, что он раскрывается в такую вот странную горчливо-гуталиновую древесину. Мне это не нравится, честно, мне этот нюанс не нравится. Свежий, сладкий цитрусовый старт с розмарином и можжевельником, каким-то елочками, хвоей. Это круто, это прям здорово, но раскрытие сомнительное на мне. Какое-то гуталиновое, грязное, какая-то такая черная, затхлая древесина. Да я даже представить не могу, что это. Мне кажется, это какой-то экономыч. Ай, блин, давайте порежемся сейчас, открывая, боже мой, бумажечки. Мне кажется, что это аромат экономыч. Итак, ух ты, как классно. Минт Азур Хейс. Я буду вставлять вам флаконы для наглядности, а сама буду вам просто читать. Основные ноты. Мандарин, гуава, сладкий, да, такой цитрусик. Лист кориандра, шафран, чебрец. Ну вот что-то такое, да, вот это вот, какая-то вот розмариновая можжевела, вот эти вот травы-муравы, да. Да, древесины нет, ну замша, да. Ну короче, девочки, мимо, мимо кассы, как обычно. Это итальянская ниша, основанная в 2012 году. Друзья мои, я не знала. Минт, бренд Минт. Второй ароматик тоже у нас прозрачненький. О-о-о, это очень приятно. Это корица, глинтвейн, апельсины, специи. Это аромат Нового года, аромат танцы, танцы, танцую, девчонки. О-о-о, это миндальности, вот этот вот глинтвейн сладкий, сочный. О, это супер-мега Новый год. Реально, закрываешь глаза и зимняя сказка. Не меняется с течением времени, вот он как глинтвейн в начале, так он вот глинтвейн, кубок глинтвейна в конце. Мне кажется, это какая-то ниша. Tokyo Milk, новокаин, здравствуйте. Имбирь, специи, ванильная орхидея, стручковый перец. Я не знаю, какой Tokyo Milk, но это ниша, да. Е-е-е, отгадали, хотя бы чуть-чуть. Следующий, третий ароматик, давайте сюда нанесем. Цитрусовый старт и одновременно очень ореховый аромат. Блин, да это фундук, это миндаль, это кешь. И знаете, такие жирненькие, вкусненькие орешки. Это очень по-гурмански однозначно. Блин, главное с этим ароматом не ходить просто в лес, потому что нужно будет от белок уносить ноги. Нет здесь вот, знаете, сопутствующей ноты шоколадности, которая часто бывает в ореховых ароматах, там, например, в Ангеле. Вот это вот шоколадная, шоколадная комета. Либо вот я взяла аромат показать от Труссарди, Пассажата. Тут вот кофейный фундук, тоже очень классный. А здесь вот ореховый аромат. Фундук, вот миндаль, кешью. Прикольно, ну это сто процентов ниша какая-то. Эйт энд боб. Ну и де Межев. Межев. Я еще тот француз, вы же знаете, цитрусы отгадали, пятигрейн, гвоздикопряность, бобытонка, корень ириса, кофе, ветивер, табак и мускус. Орехов нету, есть корень ириса, наверное, он дает миндальность. Ой, да, очень ореховый корень ириса. Четверочка пошла, прозрачная жидкость. Опа, как шампусик их вот открываю. О, это бергамотовые пощечины. Ой, какой кисленький лайм, лимон, бергамот. Такой охлаждающий, такой освежающий. Это лимонад со льдом, вот прям много-много льда. Мята, наверное, какая-то освежающая, такая вот прям мохито. Это коктейль мохито безалкогольный. Будет здорово на лето, так раз, освежился и прям глоток свежего воздуха. Мне кажется, это не Шанель Кристалл, потому что там больше про лимонный такой крем уходовый. Он более такой мягкий кремовый аромат ухода за собой. Это не базилик, мандарин базилик от Герлен, потому что он более горчливый там. Здесь вот просто монобергамот, монолайм, такой кислющий, лимонный, мятный, вот такой вот шейк. Не знаю, не знаю, мне кажется, это что-то бюджетное, наверное, потому что моно-моноцитрусы. Так, малинар, ле-мурье, ле-мурье. Ко дню влюбленных был выпущен 14 февраля. А почему цитрусы ко дню влюбленных? Так, давайте, вербена лимонная. Ну, конечно, лимоны. Бергамот, мандарин грейпфрут, имбирь, мускатный орех, жасмин, ветивер и мускус. Мне, кстати, очень хочется Шанель Кристалл, потому что вот там вот есть вот эта вот цитрусовость, и она потом уходит такую мягкую кремовую уходовость, и горчиночка там, и вот сладиночка. Короче, мне нравится вот Шанель Кристалл из лимонных. Следующий аромат пятый, пятерочка, мое любимое число. Ой, блин, как красиво. Ой-ой-ой, как красиво. Очень нравится аромат. Ну-ка, еще побольше. Прям польюсь, польюсь. Очень нежный, такой вот персиково-цветочный старт, сладкий. Может быть, это асмантус? Асмантус, это ты. Персики, это вы. Персиковый, воздушный, взбитый крем, взбитый мусс персиковый. О, боже. Девочки, это очень красиво. Мне, когда нравится аромат, прям вот сто процентов попадания, десять из десяти, я не могу описывать ароматы. Мне просто очень нравится. Блин, это всем надо, девочки. Давайте открываем, открыли. Я не знаю, что это пахнет, это пахнет. Молодой, юной девушкой, такой красивой, сочной, привлекательной, которая пахнет сочным асмантусом, персиками, вот чем-то воздушным. Боже, как красиво. И мне точно надо. Вам всем надо. Давайте скорее смотреть. Хоть бы это было дешево. Пожалуйста. Класс, 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 класс. Это Роша, бренд Роша. Эскапад Тропикале. Лимон, нероли, грейпфрут, черная смородина, апельсин, манго. Да, это что-то манговое, фруктовая вода, дыня, пион, гидион, ландыш, мускус, малина, кедра. Просто, боже, какая богатая пирамида. Я ничего не угадала, вообще ничего, это не важно. Это очень красиво. Я сейчас вот закончу это видео, я пойду себе его куплю. Нередко такое бывает со мной, что первый затез доводит меня до экстаза. Это, это экстаз. Так, следующий аромат номер 6. Мы с вами плавненько движемся к завершению. Ой, это что-то знакомое. Это что-то свеже, миндально, пудровое. Знаете, вот аромат из серии поставил вот на столике возле входа. И перед выходом такой оросился и побежал. И себе удовольствие доставил, и людям. Ну, мне кажется, это какой-то миндальный, пудровый, свежий аромат. Очень женственный. Это никакой не унисекс. Когда ты женщина за 30, ты знаешь вообще себя, свои желания, свою цену и вообще на что ты согласна, на что нет. Вот такая женщина может так пахнуть. Акваколония, шафран и ирис. Самый ранний аромат был выпущен в 1792 году. Что? Ну, хотя бы отгадали категорию, направление. Семерочка идет у нас на запястье. Давайте погнали. О, это виноград. О, это сладкий, сочный. Знаете, такой вот фиолетовый виноград, который у нас растет просто гроздьями в Сочи. Кто живет в частных домах, у них вот в каждом доме есть этот виноград, и он так спускается гроздьями, вот так пахнет. Правда, очень виноградно, сладко, ягодно. И вот на кожаной подложечке. Вот что-то такое кожаное, может быть замшевое, но кожа не сапожная, не от сапога. Вот такая вот тоненькая, аккуратненькая. Я вот себе, кстати, сделала пометочку, что раскрывается аромат белоцветочность. Стандартную вот эту вот жасминовую, туберозную белоцветочность. Кто любит белоцветочность, девочки, присмотрите, она тут прям ягодно-сладко-виноградная. Подождите, нет, подождите, это точно нет, это нет, и я отказываюсь в это верить. Это мимо тамаринда. Этот аромат я описывала в своем видео про отпускные ароматы. Я не знаю, вышло оно, это видео или не вышло, какое первое выйдет, я не знаю точно. Ну, короче, этот аромат в моей подборке отпускных ароматов. И он мне пах ананасами. Я вот заходила в корнер, да, в магазин, пшикала себя этим ароматом. И сравнивала его, кстати, тогда с Мизди Оршери, потому что этот аромат тоже про ананас в том числе. В этот раз я чувствую виноград, в прошлый раз я чувствовала ананас. Очень красиво, но вот жасминисто-туберозовое раскрытие меня не прельщает. Следующий ароматик у нас восьмой. У меня тут стоит большой восклицательный знак в записочках, что будь, пожалуйста, аккуратна, потому что это капец. Давайте на мизинец я его нанесу, на самый дальний палец. Боже мой, ну это нет, это нет, это пахнет микстурой от ангины, это пахнет, боже мой, это пахнет микстурой от каши, это какой-то люголь. Вот кому мазали в детстве горло люгольем, вот поставьте мне вот привет пламенный, потому что мне мазали, и я запомнила на всю жизнь этот капец, этот ужас и вкусовой, и ароматический. Ох, это ужасно. Это какая-то лаванда, это какой-то лимонник, я не знаю, это какие-то все вот эти ужасные настоечные специи, травы, муравы. Так пахнет больной человек, который вот прямо сейчас болеет, весь в соплях, и он использует только народные методы, только настойки, только вот чтобы помазаться. Вот это вот какая-то вот, знаете, настойка, чтобы и помазаться, и выпить, и пропотеть. Бракард, бракард Mountain Honey, горный мед, это аромат 19-го года, это российский бренд бракард. У меня, кстати, никогда не было ни одного аромата от бракард, я никогда их не тестировала, потому что, ну, по крайней мере, в моем социуме в Сочи нет бракард. Я не знаю даже, где их взять. Мандарин, бергамот, кокосовое молоко, кокосовое молоко, мускатный шалфей, роза, мед, морские ноты, матте, цветок апельсина и мускус, ароматерапия, бракард, горный мед, боже, это ужасно. Боже, это ужасно, я никогда не куплю и вам не советую, это пахнет больным человеком. Мой дедушке, кстати, у меня дедушка нанайский, я ни разу не говорила об этом, ну, в общем, у меня в крови есть нанайские корни, это очень прикольно, как мне кажется, азиатские такие вот народности нашей страны, России. И вот мой дедушка любитель вот таких вот делать, заделать батарею на стойк. Вот они такие вот крепкие, что аж черные, это просто капец. И каждый раз, когда я, допустим, ездила к нему на дачу, где-то поцарапалась или где-то упала, когда маленькая была, вот эти настойки вступали вот в бой, понимаете. Вот я была вот намазана вся вот этими настойками, я вот реально знаю, как это все пахнет. Ой, нет! Последний аромат, друзья, последний. О, выпьем за любовь, как сейчас блестят твои глаза. Ой, да, выпьем за любовь и глаза блестят. Это ром. О, это прям такой густой, сладкий, амбровый, такой вот нарочитый, горячительный мужской напиток ром. Может быть, на какой-то кожаной замшевой подложечке. Ванильный, конечно же. Немножко с кусочком какого-то лайма. Ой, сто процентов такой вот прям горячительный напиток рома. Не пускаемся во все тяжкие, только выпиваем, не курим, нету тут табака. Ну, мне кажется, это какой-то очень красивый мужской аромат, потому что ничего женственного в роме, в таком вот крепком напитке рома я не нахожу. Тут нет ничего какого-то такого женственного нюанса, ни яблоко, ни корицы, ничего. Ну, может, есть корица, но вот яблочко тут нет, никакого чего-то такого легкого девичьего. Это действительно очень красивый, густой мужской ромовый аромат. Мне кажется, это ниша, потому что не все хотят пахнуть ромом, это очень так специфично, это, знаете, такой морской волк, который припрятал у себя там где-то бутылочку рома, и вечер с этой бутылочкой пахнет вот так вот. Ой, замшевый ром, замшевый морской волк с ромом. Итак, опять неизвестная ниша, Сиордия Парфюмс, Хаус оф де Лайн, Дом Льва, аромат 2020 года, новиночка, виноград замша, кто хорошая девочка, Таня хорошая девочка, ну хоть где-то я должна была отгадать. Это дуб, ну потому что ром дубовый, в дубовых бочках, это цветок апельсина, амбра, теплая такая согревающая, и грейпфрут, тут нет никакого рома, виноград. Это российский бренд, друзья мои, парфюмер Екатерина Скордия, просто не уверена, что правильно я читаю, это ниша, российская ниша, друзья мои, я даже не знаю, сколько стоит этот аромат, но мне кажется, это сугубо мужской, красивый, не чувствую тут никакого винограда. Ой, супер классный, такой прям настоявшийся, дорогой ром. Все, друзья мои, на этом слепые затесты закончились, Лена, спасибо огромное за это знакомство, столько много интересной ниши, которой я не знала, сижу тут в Сочи, блин, тут вообще, знаете, один магазин у нас на город, один, знаете, такой вот нишевый, с необычными марками, но с очень попсовыми, необычными, но попсовыми, типа Лилаба там и вот это вот все, и один вот наш торговый центр, где вот и Диор, и Шанели, и все. Ничего вот нового, красивого, необычного нигде не затестить, только заказывая с каких-то сайтов вслепую. Вот как здорово, что есть такие слепые затесты. Я, во-первых, пойду куплю аромат номер пять сегодня, потому что жизни без него я теперь не представляю. Это всем надо, девочки. Это вот гуглим, смотрим и заказываем, вот сразу. Это понравится всем, это классно на подарок, это классно на любой абсолютно возраст, это просто супер классно. Аром, наверное, надо заказать для своих мужчин. Короче, всем огромное спасибо за внимание, ставьте лайки, пишите комментарии этому видео, напишите, знаете ли вы хоть один аромат из этой подборки. Подборка вышла знатно интересной. Хочу еще, как маленький ребенок, буду сидеть, ерзать и вам говорить, пожалуйста, обрешите мне. Ну правда. Вообще слепые затесты, это классные подарки вот для канала парфюмерного. Я обожаю, я обожаю, я хочу еще и буду рада, если все-таки получится сделать такое видео. Еще все, друзья мои, всех целую своими губежками, такими коралловыми. Всем огромное спасибо за внимание, до скорых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok